я приветствую вас на своем канале вечерние посиделки с вами Анна и сегодня я решила снять видео о своих планах на осень и на месяц декабрь в общем о планах до конца этого года все раздумывала снимать мне это видео или не снимать но мне так захотелось построить планы и постараться их придерживаться я включила в планы свои в основном ну что-то новогоднее и конечно же осенние и давайте я вас сейчас буду постепенно с этими планами с моими знакомить и надеюсь что они ну максимально хотя бы процентов на 80 осуществятся а запланировала я на мой взгляд много но в то же время есть из чего повыбирать да по настроению и повышевать и давайте начнем с моих планов вот именно осенних на какие-то осенние процессы первое что хотелось бы мне завершить это вот этот набор волшебные палочки ванды он у меня участвуют совместном проекты от галюши ночной вышивальщицы осенние нотки и я вот этот уже процесс начала есть такой замечательный ведьмин домик будет приковать и вот с такой вот тоже красивой пуговкой тыковкой я в качестве эксперимента вышиваю на пластиковой конве не на перфорированной бумаге здесь она в комплекте идет синяя и тыков когда там есть мне хотелось бы просто попробовать что у меня получится именно когда я вышлю на пластиковой конве смогу ли я ее оформить вообще в рамочку без стекла как это вообще будет все смотреться но это такой эксперимент если мне все понравится возможно и какие-то наборы тоже буду продолжать отшивать на вот именно пластиковые конве не на перфорированной бумаге я имею ввиду новые наборы мы не начатые вот вышивала я один вечер и вот такая красота у меня тут получилось вот этот вот наборчик я хотела бы вышить ближайшее время чтобы он у меня уже был готов я даже заказала под него рамочку скоро она ко мне приедет на следующей неделе еще из осенних процессов я бы хотела повышевать вот этот я думаю что я его вряд ли завершу может быть он мне тоже будет участвовать в совместном проекте осенние нотки здесь вот видите такой прекрасный сэмплер от мари искусницы белые грибы я слишком много не планирую в этом процессе сейчас я вам покажу что у меня есть вот здесь начало вышивки буквально самый вот этот большой белый гриб в правом углу я вышивала всего лишь один вечер вот так у меня сейчас вышито и я хотела бы его тоже вот этой осенью повышевать этот сэмплер и хотя бы вышить вот этот вот элемент с грибами да с листиком вот здесь вышить хотя бы его если получится вышить что-то больше я буду рада может быть костянийку вот этот листик и может быть лист папоротника ну вышить половину работы это было бы здорово я думаю что повторюсь все таки я его не смогу вышить этой осенью хоть но хотя знаете так загадывать вдруг он меня так пойдет что я его возьму и отошью просто я так пока составляю можно сказать небольшие такие минимальные планы вот они по составу так как бы большие а вот по количеству отшитого может быть будут немножко такими реалистичными скажем так но если вы меня поняли что это сейчас наговорила и так хочу повышевать этот сэмплер в том числе также у меня есть планах вот у меня тут целая такая папочка не ухильчиков это вот скаченные схемы с интернета я хочу начать вот с этого желудя я оставлю превью наверно чтобы примерно понимали о чем я говорю хотелось бы вышить подбором ну несколько не ухилов может быть там от одного до трех я думаю что больше трех я вряд ли вряд ли осилю больше трех и вот у меня тут несколько да там вот и такие вот схемки распечатаны посмотрю я еще не планировала так чтобы наверняка да там какие-то вот именно схемы выбрать и точно я их буду вышивать пока выбрала только желудь потому что у меня лиза тоже собирается моя дочка вышивать вот эти вот подбором разные такие игрушечки подвесочки от мелхил либо же они магнитики называются и вот будет еще зависеть от нее потому что она мне не разрешает вышивать второй раз что будет вышивать она то есть вот она еще там выберет тоже потом я буду уже выбирать все что останется из того ну что есть что мне захочется отшивать также мне хотелось бы этой осенью повышивать вот наборчик от компании мережка продолжить его вышивать яблочки я уже неоднократно показывала и своих процессах вот мои 18 процессов у меня видео есть я не буду показывать те процессы которые я там показывала да вот именно там все это раскладывать и показывать что у меня и как потому что но все видео наверное это уже посмотрели а если не посмотрели то я думаю что можно зайти на мой канал и подробно это все посмотреть потому что на второй раз кто смотрел но будет совсем не интересно если я заново это буду все показывать так как у меня эти процессы пока к сожалению никаким образом не продвинулись но мне очень бы хотелось вот этого ёжика повышевать и ну максимально его продвинуть не знаю завершу не завершу наверное скорее всего нет но хотя бы больше половины вышить очень бы мне этого хотелось потому что он не давно лежит не вышивается далее значит мне нужно завершить но это вот я думаю что в ближайшее время сделаю матрешку от жар птицы осенью у меня она практически выше то осталось мне здесь немножко поукрашать ее бисером а также сделать бэкстич я вышиваю только переднюю часть вторую я не буду вышивать так что она мне тоже очень близка к завершению так дальше я вам вставлю фотографии у меня сейчас нету этого набора но он ко мне едет с рамочкой от милхил вернее нет милхилла просто от компании помогама для вот этой вот ведьмы ванды приедет значит наборчик от жар птицы он по моему называется осенние дары это из новинок там такие баночки осенних заготовок на зиму не очень тема садовая близка потому что у меня мама каждый год что-то консервирует я ей помогаю конечно же но в основном она у меня этим занимается и вот из этого набора мне хотелось бы отшить ну хотя бы одну баночку с помидорками там либо с огурцами потому что ну набор очень яркий красивый и вот мне как-то вот больше близки вот эти две баночки потому что ну там с абрикосами и с персиками там такая еще баночка с абрикосами у нас они не растут к сожалению не посажены хотя в принципе можно было бы выращивать вот хочу хотя бы одну баночку отшить это все что касается наверно такого осеннего что хотелось бы мне повышевать этой осенью также я знаете хочу попродвигать вот этот набор то есть его не откладывать он конечно летний но тем не менее хотя бы какое-то время ему уделять потому что я уже соскучилась по нему и думаю что я вот повышеваю немножко сэмплер с грибами и также вот от мелхил да вот ванду да палочки ванды и вот тоже бы мне хотелось этот наборчик попродвигать немного хотя бы иногда его вышивать то есть ну не откладывать его до лета хочется мне вот его вышивать тоже не буду вам показывать что у меня отшита потому что ничего не сменилось с того видео о процессах на этом у меня знаете заканчивается часть посвященная ну такому осеннему да чему-то и больше сейчас будет зимнего и новогоднего так мне нужно обязательно вышить вот этот магнитик от компании волшебная страна такие симпатичные мышатки я хотела его подарить маме как символ года на новый год вышить здесь вообще минимум вышивки мне кажется это за вечер запросто вышить даже наверно не знаю может быть за час за два максимум но я еще не знаю точно буду я ее вышивать или нет потому что моей дочке приглянулся этот также сюжет возможно если она не передумает и будет сама вышивать то я не буду его вышивать да если она будет вышивать а если ну как бы не захочет уже вышивать то конечно же я его вышлю так что вот он мне вроде как в планах но не в стопроцентных потому что скорее всего его лиза будет вышивать но тем не менее я его записала также мне хочется вышить пару игрушек от волшебной страны так у меня с фокусом проблемы вот хочу вышить снежинку она небольшая вышивается на пластике с помощью по моему мононити такая вот снежинка замечательная красная золотая так вот фокус у меня вообще несколько есть из этой серии еще шарик новогодний елочка я вот пока выбрала снежинку и вот такого вот мишку в носочки вообще у меня много волшебной страны я сейчас посмотрела порылась в своих запасах огромное количество все-таки у меня именно и новогодних игрушек и мне хотелось бы чтобы это все долго не лежала и вышивалась возможно если будет настроение будет время я еще какие-то из этих игрушек повышеваю я вот выбрала мишку потому что он сложный у меня лиза его вряд ли сможет вышить да но он как бы такой она конечно сможет но ей будет сложновато и вот это вот сосуль по и это снежинка тоже я думаю что дома ничью неудобно и будет вышивать наверное она не возьмется за такую работу более простые ей на выбор игрушечки я оставила тоже на деревяшечках может быть еще кстати санту вышли он тоже по моему такой многоцветный и сложноватый в общем будет настроение еще раз повторюсь еще дополню эти две игрушки еще может быть там одной или двумя как будет со временем далее у меня в запасах уже два года лежит вот этот прекрасный шарик янтарное великолепие от компании жар птица я как-то на youtube увидела вот этот вот набор и купил его сразу и мне с тех пор два года уже лежит в запасах я решила думаю ну хотя бы к этому новому году вышить один шарик ну на 2 я уже не претендую хотя бы вышить один чтобы вот просто этот набор закрытый не лежал уже попробовать мне давно хочется хотя бы что-то повышевать из этой серии эти шары просто чудесные вот так что планируем выше хотя бы одну сторону далее у меня есть два вот таких набором тоже не меня уже довольно таки давно в запасах верно не знаю может куда-два или год точно не помню и хочу вышить к этому новому году и оформить в елочную игрушку хотя бы одни санночки если у меня такие прекрасные с лошадкой с мишкой здесь и вот такие собачкой и красными кардиналами но я еще смотрелась на не знаете смотрела так и не смогла решить какой из них выбрать какой вы я не виду выбрать набор какие все-таки повышевает самочки но вот здесь мне больше нравится ниточки а вот здесь мне нравится этот красный матовый бисер золотым и вот как-то здесь больше нитки здесь больше бисер я буду еще думать и потом начну какие какие-нибудь из них и обязательно вышью также у меня есть вот такой наборчик запасах я в прошлом году вышивала подбором там такой санта с котенком и с мышкой кстати все же год мыши крысы но мне милее конечно мышки и я думаю что в этот новый год ну как бы я так загадывала что вот обязательно в этом к этому новому году я вышью вот этот вот санта санту вот этого с кактусом тут такой мешочек похожий на кактус и вот я смотрела видео на канале маринки прок мариночка сказала что вот это похоже на кактус я подумала да действительно санта очень такой похожий да как будто он внесет именно кактус вот такой полосатый мешочек и хочу вот его тоже вышить оформить здесь вот у меня все в комплекте идет наверно пластиковую канву я белую возьму вот эти содержимое тут надо будет дырочки просверлить надо мужа попросить тут у меня ведь еще папочка такая потом будет под какие-то может процессы так что да долго говорю хочу вот обязательно вышить эту подвесочку и наверно повешу ее на дверь потому что у меня все двери с крючками как я говорила во всех своих видео и вот один у меня будет санта висеть и второй санта может быть если мне понравится все вышивать этот набор может еще какой-нибудь куплю из этой серии потому что здесь это не в комплекте идут это очень удобно не надо там искать не бубенчики не палочки какие-то эти заказывать хотя у меня палочки кстати по моему еще остались из предыдущего санты так дальше что мне хотелось бы еще повышевать это символ года сейчас многие производители выпускают симпатичных мышат крысят но я пока и не нашла к сожалению своего не все милые у овна у им по студию жир птицы до выходят прекрасные новинки они милые но вот как-то они меня если честно не цепляет ни один вот так чтоб я влюбилась и пошла вышивать купила у меня в прошлом году очень понравилась новинка от фирмы алиса там такой хрюша на подставочке вот он прям реалистичный как настоящий поросеночек вот если алиса бы выпустила такого мышонка симпатичного как вот тот поросеночек я бы купила тот набор и с удовольствием бы вышла но помимо если вдруг они да не выпустят и вообще мне хотелось бы вот из этой книжки вышить я кстати давно планировала еще по-моему на тот новый год вот этот сюжет он очень милый обратите на него на него внимание здесь такие две мышки вот и подарочки да и мой любимый мухомор может покажу чуть чуть поближе вот посмотрите какие они милашные тут есть как бы как так такой или ярлычок тоже с мышонка вот так что на мой взгляд эти мышки для меня ну вот очень милый я их буду обязательно вышивать вне зависимости выйдет ли набор у компании алиса но если выйдет вышью и его наверно тоже но если понравится так что вообще этот разворотик нравится я вот вот это вышивала я бы еще конечно вот это и вот это вышла все очень здесь милая так что буду вышивать символ года себе так ну еще что есть у меня зимние процессы я их не собираюсь завершать хочу продвигать вот этот набор вышивать я потому что с ними как-то особо не тороплюсь вот рано или поздно все равно вышью просто у меня вот в планах попродвигать от этого котика зимний сон набор называется от компании мережка вот хотелось бы мне знаете зимних вышить вот полуночного санта но у меня только буквально только-только начат ну хотелось бы да вот так вышить оформить его к новому году мы посмотрим тоже не показывал сколько отшит а потому что ничего не вышивалось с тех пор как снималось видео о процессах так вот его бы хотелось конечно закончить но вот котика не особо так немножко только продвинуть далее у меня есть такой наборчик от компании реолис зимний день называется тоже у нас здесь абсолютно ничего не поменялось сейчас вам покажу уже соблажку вдруг кто-то первый раз на моем канале тоже планирую попродвигать его но весь вышивать я думаю что я его не буду я тоже с этой работой не тороплюсь мне как-то особо и место на стенах нету его где-то повесить самолет летит наверно слышно будет пускай потихонечку у меня вышивается может потом не знаю в подушку может оформлю вот так что вот такие вот у меня процессы и и я в принципе так подумала наверное все таки все да вот попродвигать процессы вышивать новогодних игрушек и в принципе все я подумала что больше у меня ничего нет пока но тут их нашла вот эту папку нам не уже заготовлено давно вот новогодний носок фетр подписано и я вспомнила что у меня танечка канала танюша груша вот прислала такой замечательный носочек от компании design works у меня лиза очень любит котов также как и я и и вот у нас тут три кота мы их даже определили кто это вот у меня у мамы 15 лет жил персик вот вот такого же цвета вот прям как этот сейчас у нас лёва а до лёва у нас был миша такой же серый в общем он от нас бежал и потом у нас лёва теперь живет вот я вообще никогда не вышивала фетр вот такие наборы но таня вот мне подарила несложный я думаю что мы с лизой справимся мне лиза кстати обещала моя дочка помогать пришивать вот эти вот паеточки по моему называются да здесь вот у меня суде содержимое вот так вот немножко покажу там выкройки не все выкройки нанесены на вот фетр вот маленькие там совсем ничего не нанесено так что мне придется вот это все как-то вырезать и как-то потом накладывать на фетр и самой вырезать и пришивать я смотрела у гали ночной вышивальщицы в принципе все наверное видели как она вышивает разные игрушки носочки веночки много-много всего в общем из фетра и и на мой взгляд у нее так вот это все аккуратно и качественно выполнено так красиво мне всегда хотелось тоже попробовать и вот на этом носочке я собираюсь тренироваться не знаю что у меня получится не знаю фетр моё это не моё потому что ну как то я с фетром особо не работала может какие-то игрушки сама там что-то придумывала вышивала там лизе в садик когда просили на утреннике что-то где-то и все и вот как бы не больше опыта работы с фетром вот на таких именно работах дизайнах у меня не было так что я буду пробовать и мне очень хочется конечно же очень хочется этот носок начать и завершить надеюсь мне понравится как это не знаю не вышивать даже не знаю как это назвать ну вот изготавливать скажем этот носочек что мне захватит вся эта работа я все-таки я пышу до нового года мне это очень бы хотелось ну лиза у меня ждет и будет помогать мне пришивать вот эти вот пайетки так ну все вот пожалуй все такие вот у меня планы на мой взгляд они такие довольно таки обширные да и конечно же я не оставляю надежду и повышевать какие-то другие свои процессы которые сейчас у меня лежат отложены я имею ввиду те процессы которые не относятся к осенним да и к зимним то есть там что-то летнее либо весеннее сейчас они у меня я думаю что отложатся ну и если у меня вдруг появится настроение их повышевать я с удовольствием их повышеваю ну вот хотелось бы тоже и планы эти осуществить все-таки вот сейчас вам покажу этот в рукодельном блокноте написала вот видите мне на две страницы вот здесь это осенние это зимние планы так у меня рукодельный блокнотик симпатичненький вот надеюсь вы меня поддержите в комментариях я буду стараться всеми силами эти планы осуществить мне и самой интересно сколько мне удастся из всего этого вышить и я надеюсь вы на моем канале будете с удовольствием за этим наблюдать наверное вышивальных неделях скорее всего это буду все показывать так что большое всем спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки если вам это видео понравилось и до скорых встреч в новых видео всем пока